Вопрос справедливо распределения денег. Вопрос в том, что в интервью министр говорит о том, что у нас существует некая формула, которая учитывает не только медаль, она учитывает еще массовость и так далее. Эта формула не существует. Эта формула, которая была попытка у замминистра прошлого Уманец собрать совещание, была прислана какое-то на рассмотрение форма, которую я скажу честно. Я попросил даже людей, близких к точным наукам, рассчитать. Она абсолютно нелогичная. То есть, надо говорить, что даже если там была какая-то попытка создать эту формулу, она не создана, она не обсуждена. Я пытался приложить бюджеты, которые выделялись министерством на поддержку, на помощь национальным сборным в баскетболе, я могу сказать, что там заложен механизм системного понижения, независимо от результата. Механизм системного понижения финансирования за счет коэффициентов. Поэтому говорить о том, что она есть, это абсолютно неправда. А существовал до этого, то, что реально существовало, это был медальный зачет, который абсолютно, с моей точки зрения, я это публично говорил, это аморальная история. Ну, потому что он некорректен по отношению к игровым видам спорта. Нет, он некорректен даже не только к игровым видам спорта, но потому что один из самых ярких примеров, вот если говорить, что сегодня должен быть всплеск финансирования биатлона, ну, так как такой выдающийся успех произошел в Сочи, но перед этим из Ванкувера приехали с нулем, то есть тогда вот перед этим он должен был быть закопан. Поэтому это абсолютно аморальная история со всех точек зрения. Можно, у меня вопрос. Если министр утверждает, а он утверждает, что такая формула имеется, Б, она используется. Почему никто об этом не знает? Ну, об этом не знают, потому что формулы этой нет, и она не использовалась. Даже если она как бы приготовлена к опробированию, она точно никогда не использовалась. Если она есть, как, допустим, понятийный некий документ, ну, видимо, министру виднее, он как бы оперирует этими понятиями, у меня вопрос, на что направлена эта формула? Ну, зачем она? Ну, формально это, вот если говорить формально, и формально министр подтверждает это, это на справедливое распределение денег, где учтены не только сегодняшние какие-то результаты, а результаты еще за период, массовость и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, это, мы осуждали это на Конгрессе, вот когда мы собирались на НСК Олимпийском, и это были, я выступал с этим вопросом, это были мои личные мысли, и не потому что я так глубоко понимаю этот вопрос, а потому что это абсолютно железная логика жизни выстраивает вот эту вот цепочку аспектов, которые надо учитывать в такой формуле, а потом вот выступал представитель спортивной общественности, и он рассказывал, как 20 лет назад, даже больше они сели, и точно так же они перебрали буквально по пальцам, какие аспекты должны быть в этом учтены, это абсолютно тот же набор. Еще раз говорю, не потому что чехи такие умные, или мы вот взяли на ровном месте, есть совершенно четкий набор, который как минимум должен быть учтен, это достижение, это определенный период достижения, потому что достижения сегодня могут быть одни, завтра другие, но динамика должна учитываться за какой-то определенный период временной, 4 года, 8 лет, это уже вопрос к обсуждению, должна быть учтена массовость видоспорта в стране, то есть там, где мы можем взять объективные цифры, мы хотя бы можем оперировать цифрами того же министерства, количество занимающихся видом спорта. Если мы говорим сейчас о формуле в действующей ситуации, то мы уже изначально понимаем, что любая формула при действующей системе организации вот этой вертикали, она будет некорректна, потому что один из ключевых составляющих, а именно массовость, вот эта цифра, она будет некорректна, потому что у нас в стране нет требований и даже никаких обязательных рамок по учету численности занимающихся в виде спорта, то есть мы корректную цифру не сможем узнать. Есть какие-то формальные цифры, из которых потом складываются цифры более высокого уровня в отчетности, и мы понимаем, что все равно начинать мы должны сегодня, но сегодня других цифр нет. То есть параллельно с этим процессом надо наводить порядок в учетности, это понятно. Да, но его же никто не наводит. Да, так вот проблема в том, что создается… Вот это то, что мы говорим… Это мы не загоняем проблему еще чуть-чуть поглубже и подальше. Да. Это не мы. Мы же сейчас не мы. Ну мы же как бы… Да. Мы же говорим как раз о том, что вот это вот пугающие признаки того, что это не системная реформа двигается, а происходит какое-то косметическое наведение псевдопорядка на участках. Либо некая рефлексия. Витископ. Спортивное видео.